Более 100 участников из регионов СКФО примут участие в Северокавказском форуме «Махар-2022», который начнет свою работу с 9 августа. Он посвящен 100-летию Карачаева-Черкесии. Каждый представитель молодежи от 18 до 35 лет может подать заявку на участие до 31 июля. Министр по делам молодежи Республики Ибрагим Татаркулов подробнее рассказал представителям СМИ региона о целях и задачах молодежного форума. На пресс-конференции побывал и Алихан Лепшоков. Северокавказский молодежный форум «Махар-2022» соберет молодых ребят из разных регионов СКФО и ЕФО. В ходе пресс-конференции министр по делам молодежи Карачаева-Черкесии Ибрагим Татаркулов подробно рассказал о целях проекта и о том, кто может принять участие. «Мы уверены, что полученные знания, навыки, социальные лифты станут точкой роста для молодежи», отмечает Ибрагим Татаркулов. «В рамках реализации форума будет реализовано три направления программы. Это образовательная программа, горно-пешеходная и творческая программа, а также, помимо этого, спортивная. Почему? Выбрано сразу несколько направлений по той причине, чтобы охватить и наполнить форум теми направлениями деятельности, которые на сегодняшний день являются востребованными и необходимыми в рамках реализации северокавказских окружных или федеральных форумных мероприятий. Следует отметить, что в рамках реализации грантового конкурса имеется 15 номинаций. Данные номинации представлены на сайте grant.myrosmol.ru Федерального агентства по делам молодежи». Важно отметить, что участники должны сформировать проектную заявку на грантовый конкурс до 6 августа до 12 часов дня. У активной молодежи в этом году есть возможность получить новые знания и грант до 500 тысяч рублей. Молодые люди смогут реализовать свои идеи в таких направлениях, как социальное проектирование, студенческий туризм, творчество и креативные индустрии. Живописнейший уголок Махар будет иметь все устои для комфортного нахождения участников форума. «Вместе с Карачаево-Черкейским государственным университетом в этом году с министерством проведена большая работа в части улучшения материально-технической инфраструктуры базы Махар Карачаево-Черкейского государственного университета. При этом на сегодняшний день с одним из провайдеров достигнута договоренность о том, что они предоставят на территории проведения форума качественный высокороскоростной интернет. Понятно, что телефонная связь категории GSN там работать не будет, функционировать не будет, но на сегодняшний день у всех есть и социальные мессенджеры, и социальные сети, посредством которых они могут общаться со своими родными, близкими, друзьями, товарищами и так далее». Для участников форума будет организована увлекательная образовательная программа с участием федеральных и окруженных спикеров. Также для молодежи будут организованы специальные турпоходы по живописнейшим местам Махара. «Одно из наиболее интересных направлений, которое на сегодняшний день имеет высокий уровень значимости, как для Карачаево-Черкейской республики, так и для Северказского федерального округа в целом, это трек направления «Туризм». И в этом направлении будут организованы и проведены и стратегические сессии, и образовательные мероприятия с привлечением федеральных, окружных и региональных спикеров». Важно отметить, что Северокавказский молодежный форум «Махар-2022» посвящен 100-летию республики. Поэтому ряд площадок форумам будет посвящены этой дате. Алихан Липшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева, Черкесия.